Что можно себе позволить после грядущей за месяц до выборов индексации пенсии? Один килограмм сахара или две буханки хлеба? Это в личной беседе нам ответили сами пенсионеры. Мы решили поинтересоваться у рядовых граждан, какие расходы могут покрыть увеличенные социальные выплаты с 1 октября. Такого правительства и таких воров еще не было. Работали на полях и фабриках по 30-40 лет, а теперь могут рассчитывать только на мизерные пенсии, которых едва хватает, чтобы оплатить за коммунальные услуги и купить лекарства. Пенсионеры, которых мы встретили сегодня у одного из почтовых отделений, говорят, что недавнее решение властей об индексации пенсии возмутительно. Как можно на 1% вообще безобразие этого? И таких воров еще не было до сих пор. Даже на одну маску не хватит. Эта женщина продает все, что выращивает в своем огороде в Криулянах. Вся пенсия уходит на лекарства. Цветочки, немного кваса. А что делать? Я проработала на птицефабрике 24 года без остановки. Моя пенсия – полторы тысячи леев. Вам хватает? Я вам сказать не могу. Как тяжело. Только зуб вырвать. 300 леев. Узнав о повышении пенсии, поначалу обрадовалась, а затем посчитала, насколько увеличится, и поняла, что это несерьезно. Я вам скажу, что на 12 леев могу себе позволить купить килограмм сахара. А эта пенсионерка призналась, что вынуждена торговать на улице, и другого выбора у нее нет. 38 лет работала на полях. Нужда заставляет выходить на улицу. А если и выходишь, начинают осуждать. Лучше работать в поле. Как пояснили в правительстве, однопроцентное повышение пенсии будет компенсировано увеличением единовременной материальной помощи на 200 леев. Эти деньги обещали еще в апреле, но пенсионеры получат их только сейчас, за месяц, до президентских выборов. Два батона могу купить на два дня. 1% пенсии, было 700, сделали 900 леев. Не пойдем на выборы, пусть сами идут. Вместо 3%, насколько должны были проиндексировать осенью, пенсия в Молдове с 1 октября вырастет лишь на 1%.